Привет, друзья! Меня зовут Анна Ивановская, и сегодня я сделаю анализ поведения, мимики и жестов Илона Маска. Сегодня мы поговорим с вами о том, какая походка у Илона Маска, какая жестикуляция, мимика и привычный стиль общения, а также публичного выступления перед аудиторией у Илона Маска, также я расскажу немного о синдроме Аспергера, ну и конечно самое главное расскажу о том, как Илон Маск выходит из неловких ситуаций, которые безусловно случаются с каждым человеком во время публичных выступлений. Илон Маск, мечтатель, визионер, колонизатор Марса, основатель таких компаний, как PayPal, Tesla, SpaceX, а также генеральный директор Twitter. Илон Маск уже в 27 лет стал миллионером, а сейчас это один из самых богатых людей нашей планеты. Сегодня я расскажу о том, как Илон Маск выступает публично, какие особенности поведения, мимики и жестов я увидела в его выступлениях, а также расскажу, за счет чего он настолько обаятелен, что многие его просто обожают. Сам Илон по-прежнему называет себя ребенком и однажды на вопрос, каким вы были в детстве, он ответил, я был таким же, только чуть-чуть поменьше. Когда я смотрю на Илона, я вижу взрослого, скромного, стеснительного ребенка. И, безусловно, конечно же, сказывается синдром Аспергера, о котором мы сегодня поговорим в самом конце ролика. Если брать его способ взаимодействия с миром, то это любознательный мечтатель, который пробует, пробует, пробует и не останавливается на достигнутом. И вместе с тем, маленький ребенок, который до сих пор живет в душе Илона, проявляет себя в очень скромном поведении. Что я заметила по силуэту Илона, это то, что он слегка наклоняет плечевой пояс к низу. За счет этого создается впечатление небольшой неловкости. Плюс ко всему Илон достаточно высокого роста, хотя для мужчины это совершенно не повод для стеснений, но тем не менее видно, как Илон периодически как будто пытается уменьшить себя, особенно в каких-то неловких ситуациях. Презентация автомобилей и кибертраков Тесла это отдельный вид ораторского искусства. Свои выступления Илон выстраивает как фокусник, как иллюзионист, и всегда его выступления начинаются с музыки, в основном это рок-музыка, которая играет под ритм яркой цветной подсвет, которая уже самим своим наличием гипнотизирует. Лазерное шоу, дым, большое количество спецэффектов, машины, которые разъезжают по сценической площадке, ну и конечно тест-драйвы машин, на которые всегда приглашает Илон Маск зрителей, и тем самым способствует вовлечению аудитории в его выступления. Да, это действительно очень крутая работа с залом, и несмотря на то, что синдром Аспергера не позволяет Илону проявлять эмпатию к людям и делает его поведение для окружающих немного странным, у него огромное количество фанатов, огромное количество поклонников, и когда он выступает, несмотря на то, что он не ощущает эмоции, не ощущает, например, когда ему кричат, Илон, мы тебя любим, в этот момент он говорит, о, спасибо, и поворачивается дальше к сцене, и видно, что это никаким образом его не трогает душевно, эмоционально, лишь только на уровне сознания. Ты герой. Спасибо. Итак, с чего мы начинали? И вместе с тем он очень умело работает с аудиторией. Какие основные приемы использует Илон? Во-первых, это отсылка к таким первобытным инстинктам. Дым, громкая музыка, где-то даже местами это барабаны, плюс лазерное шоу. И все это создает такой первобытный завораживающий эффект, словно вы находитесь возле костра, и перед вами начинаются такие шаманские танцы с разными цветами, с раскрасками, с такими спецэффектами, и это действительно создает очень классный эффект. Во-вторых, все его выступления снабжаются демонстрацией. Это тоже очень важно и очень привлекает внимание. Вспомним хотя бы презентацию киберпикапа Тесла в 2019 году. Давай, бей несколько раз. Да, отлично. А теперь бей по киберпикапу. Только сильнее. Не, давай, разозлись. Не, давай, разозлись. Когда мы демонстрируем зрителям то, о чем мы рассказываем, это вовлекает их на 200 процентов. Ну и в-третьих, конечно, что использует Илон? Сравнение. Постоянное сравнение. Например, когда начала свою работу Гигафабрика, и в рамках этой Гигафабрики происходила презентация, он показывал на очень простых примерах, например, поставив Гигафабрику на ребро, что она в несколько раз выше Эйфелевой башни Бурдж-Халифа, ну и в принципе, что это очень-очень высокое здание. Хочется дать вам понимание размеров этого здания. Если положить здание на бок, оно будет выше Бурдж-Халифы. Просто сравните. Более километра в высоту, это как три Пентагона. Количество свободного места он также сравнил с… И я рад, что вы спросили. Согласно нашим подсчетам, сюда можно поместить 194 миллиарда хомячков. Он отлично работает с воображением, он отлично работает с тактильными ощущениями, с ощущениями, как будто вы в реальном времени уже владеете этим автомобилем, этим киберпикапом. Да, конечно, Илон Маск потрясающий человек. И пока я смотрела огромное количество интервью для этого разбора, я просто вдохновлялась и влюблялась в Илона Маска. И мне кажется, именно поэтому он привлекает к себе такое количество женщин, потому что любая женщина стремится к тому мужчине, который может ее удивить. А уж Илон Маск удивляет бесконечно. Итак, давайте вернемся к анализу жестикуляции. И мы видим, что во время выступлений силуэт Илона Маска достаточно подвижный и нестатичный. Он как будто пребывает в постоянном плавании в воде. Даже посмотрите на этом видео, когда он обращается к своему коллеге, который вывез на сцену автомобиль Тесла. У него опять-таки немножко завален вперед плечевой пояс, создается такое ощущение вопросительного знака. Конечно, если посоветовать Илону немножко развернуть плечевой пояс и немножко расширить расстояние между локтем и ребрами, то уверена, что то впечатление, которое он создает, улучшится в несколько раз. Двигаемся дальше. В следующем видео мы видим, как Илон презентует очередной автомобиль Тесла. И посмотрите, пожалуйста, насколько нестатичен его позвоночник. У него постоянные движения влево-вправо, постоянные качания. И мне кажется, что именно за счет такой гиперболизированной пластики, такой перетекающей, движущейся жестикуляции рук и ног, он как будто пытается влиться в социум и все-таки не отделяться, отстраняться от него, а наоборот, хоть как-то каким-то образом взаимодействовать с людьми, с которыми ему ввиду синдрома Аспергера взаимодействовать немного сложнее, чем другим людям. В следующем видео мы видим, опять-таки, покачивание коленом и достаточно часто неустойчивая именно жестикуляция ног. То есть мы очень редко видим зафиксированные ноги, стопы и колени. В основном Илон постоянно в движении, как будто пытаясь пересесть то на правое бедро, то на левое бедро, в поиске нужного, удобного ракурса для того, чтобы чувствовать себя увереннее. И, конечно, аудитория поклонников Илона настолько огромна, что ее просто невозможно сосчитать. Мне кажется, нужно 10 или 15 гигафабрик, чтобы просто вместить всех людей, которые любят Илона. Один раз посмотрев выступление Илона, у вас ёкнет в сердце. А посмотрев два раза, вы наверняка захотите узнать чуть больше об этом человеке. Да, безусловно, он не Тони Робинсон, он не Фредди Меркьюри. С одной стороны, он не публичный человек, он не артист, не музыкальный исполнитель. Но, с другой стороны, именно фишкой Илона является то, что он смог технические данные, которыми он сам занимается. И, кстати, везде, когда он путешествует по рассказам его бывшей жены, он всегда представлялся инженером. Он считает себя специалистом именно в этом, инженером, создателем, визионером. И, вместе с тем, его публичная деятельность, которая, может быть, у него получается недостаточно уверенно, только добавляет шарма к его образу. Потому что, если бы мы, вместе с тем, что Илон, инженер, видели бы в нем еще и Тони Робинсона, такого уверенного, накачанного, мускулистого мужчину, не уверена я, что он бы был таким же обаятельным. То есть, именно в его скромности, в некоторой его неловкости, в жестикуляции, в мимике, в проявлении себя и есть его изюминка. Ну, а если говорить, друзья, про ваше выступление, если вы хотите, чтобы ваше выступление выглядели уверенно, то помните о том, что наши ноги – это фундамент здания. И, когда вы стоите на сцене, желательно, чтобы этот фундамент был непоколебим. Все перетекающие, плавающие движения уменьшают уверенность вашего выступления. Поэтому лучше всего, чтобы, как здесь, вот в этом видео, когда Илон взял себя в руки и решил все-таки встать в уверенную стойку, и действительно эта стойка ему очень подходит, вы можете тоже принимать такую позу. Опять-таки, мужская стойка считается уверенной, когда ноги на ширине плеч. Здесь мы видим у Илона чуть большее расстояние, чем ширина плеч. И здесь нужно тоже быть осторожными, чтобы это не было, как будто вы немножко разъехались на льду. Для девушек я рекомендую более собранную позу, то есть, например, ноги чуть вместе. Можно даже буквально по шестой танцевальной позиции или слегка вытянутая вперед одна стопа, то есть третья танцевальная позиция. Об этом более подробно я рассказывала в видео о Бодри Хэбберн. Вы можете посмотреть это видео вот по этой ссылочке. Итак, вернемся к Илону. Плавающий силуэт и достаточно частое оборачивание на сцену. Безусловно, все техническое оснащение выступлений Илона просто на высоте. И у Илона 100% есть и дополнительные мониторы, которые могут располагаться перед ним. И также он может использовать дополнительные суфлеры. И мне кажется, что Илон через некоторое время изобретет линзы, которые помогают считывать текст, просто когда вы надеваете их в глаза. Но в любом случае, даже несмотря на такое техническое оснащение, неловкость Илона все время передается через вот такие вот повороты корпуса. Знаете, как будто он ищет поддержки, ищет помощи за своей спиной. Поэтому, конечно, лучше во время выступлений, если мы говорим о поворотах корпуса, то лучше, во-первых, делать их фиксированными. Обратите, пожалуйста, внимание, как у Илона иногда получается так немножко размазанно поворачиваться. То есть, как будто во время поворота он что-то еще ищет, что-то еще пытается найти сзади себя и зацепиться за это взглядом. То есть, такой немножко потерянный взгляд за спину. Что же там происходит за сценой. Поэтому я рекомендую, если вам все-таки нужно посмотреть на презентацию, вы можете делать точечный поворот с фиксацией вашей головы. То есть, не плыть головой и смотреть, что же там еще, кто там за сценой сидит. А делать точечное движение и возвращаться снова к аудитории. Жест «рука в кармане» не очень позитивен для аудитории. Мы не будем брать в пример Илона Маска, которого любят, мне кажется, даже если он просто будет сидеть на стуле и молчать, его фанаты будут кричать «Илон, мы тебя любим!» И мне кажется, это настолько прекрасно. Ведь действительно, Илон человек, который меняет наш мир, делает его лучше и делает его, самое главное, экологичнее. Так вот, если вы, дорогие друзья, все-таки пока не Илон Маск, так же, как и я, впрочем, я тоже пока не Илон Маск, то я не рекомендую использовать вам жест «рука в кармане», выступая перед аудиторией. Потому что этот жест выглядит слегка надменно. Что ж, двигаемся дальше и посмотрим на походку Илона. Илон всегда во время своих выступлений приносит с собой воду или просит, чтобы ему приносили воду. И очень мило, когда он выступал перед выпускниками колледжа. У него была такая маленькая бутылочка с водой, такая миниатюрная и очень элегантная, которую он спокойно отвинтил, выпил воду из этой бутылочки и спокойно, с достоинством поставил ее на место. Да, безусловно, это очень предусмотрительно, если вы знаете, что у вас сохнет во рту от волнения, если вы чувствуете, что вам действительно нужна будет вода, вы можете сами с собой носить небольшую бутылочку. Также есть лайфхак, который позволяет без бутылочки восстановить количество слюны, особенно если вы чувствуете, что у вас пересохло во рту от волнения. Что это за лайфхак? Вам нужно несколько раз покусать себя за кончик языка. Вот так. Это делать можно также с закрытым ртом. Да? Несколько раз небольшие покусывания кончика языка. Таким образом вы активируете слюнные железы, и слюна начинает пребывать. Уже через несколько секунд вы чувствуете, как обмен слюны в организме восстановился. Вот здесь мы видим, как Илон идет за водой, и посмотрите, пожалуйста, его походка мне напоминает походку такого крадущегося мальчика в детстве. Или, знаете, когда, например, молодой человек выходит к доске, он очень стесняется перед другими девушками, которые смотрят на него, и он утрированно начинает делать такую походку. То есть, когда вы слишком сильно пружините стопой во время передвижения ногами, и получается такая походка, которая выглядит слегка тоже так скорее неуверенно, чем уверенно. То есть, создается обратный эффект. Также обратите, пожалуйста, внимание, снова вернемся с вами к ногам. Вот здесь мы видим, как автомобиль, выезжая на сцену, подъезжает к Илону, и Илон пятится назад. И вот здесь вот подходит именно это слово. Я несколько раз пересмотрела этот фрагмент, конечно, поняла задумку, что автомобиль как бы наступает на Илона, наступая на человечество и открывая ему новое будущее этому человечеству, потому что Илон создал электромобиль, который работает от электричества, а не от бензина. И вот здесь вот как можно было бы по-другому сделать, чтобы Илон выглядел более уверенно. Если, например, Илон бы не пятился назад, а шел бы немного по диагонали, причем оставаясь лицом к зрителям, или, может быть, Илон стоял бы на месте, а автомобиль проезжал бы мимо него, и Илон провожал бы его взглядом. Илон выглядел бы гораздо лучше, потому что, когда человек пятится, в любом случае уверенность пропадает. Ну и следующий момент, обратите, пожалуйста, внимание, периодически Илон даже становится на носочек неопорной ноги, и все время он достаточно близко ставит между собой ноги, тем самым создавая такую немного шаткую позицию. Посмотрите, его ноги практически не находятся в статике, то есть постоянно есть какое-то движение. И еще один маленький момент – это небольшое косолапие, которое, мне кажется, тоже происходит скорее от неловкости, чем нежели от настоящего косолапия Илона. Также мы видим здесь достаточно резкие перешагивания, как будто Илон споткнулся обо что-то и хочет это переступить. Ну, опять-таки, я повторюсь, что Илон не артист, не исполнитель, это просто инженер, это человек технического склада ума. Вернее, это не просто инженер, это великий инженер. И вместе с тем публичные выступления, которые у него есть, и которые с каждым разом у него улучшаются, и с технической части, и с части его поведения, безусловно, вызывают восхищение. Поэтому я ни в коем случае не критикую Илона, ни в коем случае не говорю, что Илон что-то делает не так. Нет, я просто разбираю с точки зрения, дорогие друзья, наших с вами выступлений, когда вы захотите, смотря на выступления Илона Маска, их смоделировать, вы можете вот эти вот моменты, о которых я говорю, учитывать. Следующий интересный момент, который мы рассмотрим, это жестикуляция. И я обратила внимание на то, что вся жестикуляция Илона, во-первых, достаточно повторяющаяся. Мы видим, с одной стороны, рубящее движение прямой ладонью, в основном они вертикальные. Также мы видим движение, показывающее масштаб. Например, когда Илон делает вот такие движения, он показывает длину. Но смотрите, в чем нюанс. Так как вся жестикуляция у Илона происходит в рамках его туловища, то в данном случае эта длина автомобиля кажется небольшой. А вот если бы он, например, во время жестикуляции выходил за рамки своего тела, каким образом это можно делать? Немножко отодвигать локоть от ребер. То есть, когда я вот таким вот образом жестикулирую, видите, у меня полностью плечо прижимается к ребрам, и я как будто уменьшаюсь. А если же во время выступления мои локти отодвинуты от ребер и свободно движутся в пространстве, внимание, это очень важно, так, чтобы локти были чуть спереди, потому что, смотрите, при жестикуляции сзади, даже если у меня локти отодвинуты от ребер, все равно кажется, что меня кто-то сзади держит. Вот, поэтому локти чуть спереди и отодвинуты от ребер. Именно в таком варианте жестикуляция выглядит уверенной. Также он достаточно близко держит к себе микрофон, практически приклеивая его к груди. Все жесты формы у него также показываются в рамках его тела. И еще у него есть один такой очень интересный, характерный жест, который называется жест обещания. Выглядит он как сцепленные между собой указательные и большой пальцы. Если это правая рука, то это желание успешного завершения проекта, который он начинает делать. А если это на левой руке, то левый палец у нас это палец обладания чем-либо. И в данном случае этот жест трактуется как жест обещаний и гарантий. Также я обратила внимание на то, что это происходит не специально, но в любом случае вот этот вот жест, третий палец, который расслаблен при напряженных других пальцах, конечно, может трактоваться немножко не так, как хотелось бы спикеру. Поэтому, друзья, пожалуйста, контролируйте именно этот палец, потому что, в принципе, практически по всему миру этот жест трактуется одинаково. Также обращайте, пожалуйста, внимание, чтобы именно этим пальцем вы не поправляли очки на переносице, чтобы этим пальцем вы не печатали сообщения или не показывали текст, когда вокруг вас есть какие-то люди, то есть не указывали этим пальцем, потому что часто я вижу, что именно этим пальцем удобно как раз-таки на что-то показывать. Но помним, что все-таки люди могут трактовать этот жест немножко не так, как вы хотите. Ну и еще одна особенность Илона – это жестикуляция ниже пояса. Обычно, конечно, в этой руке, которой он жестикулирует, он держит кликер, и с одной стороны она свободно висит, и это здорово, потому что действительно, когда у вас есть кликер, вы же не будете его специально держать и поднимать на уровне груди. Нет, если у вас есть микрофон, вы держите микрофон, а кликер свободно располагается вместе с расслабленной рукой. Но есть один нюанс. Если у вас жестикуляция ниже пояса, как проверить? Находите у себя пупок и чертите такую воображаемую линию. И если жестикуляция ниже пояса, то она выглядит неуверенной. Поэтому, если бы Илон спросил у меня, что мне делать с рукой, в которой я держу кликер, то я бы ответила, Илон, вам нужно поднять ее до уровня пояса и всю жестикуляцию, даже с кликером, осуществлять именно от линии пояса, не ниже. Ну и, конечно, нельзя не поговорить о синдроме Аспергера, о котором сам Илон Маск Сатурдей Найт Лайв на NBC. Его речь в качестве ведущего началась с того, что он первый в мире человек с синдромом Аспергера, который ведет это шоу. Ну или, по крайней мере, из тех, кто признался в том, что у него синдром Аспергера. Что же такое синдром Аспергера? Во-первых, это не болезнь, это просто особенность развития личности. Поэтому ни в коем случае мы не говорим, что Илон Маск чем-то болеет. Нет. При синдроме Аспергера люди не тяготеют к социальным контактам, и их общение происходит немного специфическим образом. Например, люди начинают говорить прямо свою мысль, без каких-то дополнительных прелюдий, без каких-то дополнительных приукрашений. Он просто подходит и говорит то, о чем он хочет сказать. Дальше Илон может практически не смотреть в глаза, и его мимика и жестикуляция может быть достаточно однообразной и повторяющейся. И действительно, при синдроме Аспергера практически отсутствует. Он есть, но он в небольшой степени. Он такой маловыраженный, невербальный контакт. То есть это мимика, это жестикуляция. Ну и самое главное, что Илону сложно разделять эмоции, а он просто принимает то, что происходит, как факт к сведению. Поэтому мы и видим в некоторых моментах, когда люди кричат, Илон, мы тебя любим! Илон достаточно спокойно кивает головой, и видно, что это не трогает его эмоционально. Хорошо проводите время! Ты герой! Спасибо! Итак, с чего мы начинали? Илон, мне кажется, стал максимально таким социализированным. Он улыбается, он выступает, он танцует, он постоянно приходит на интервью. Рад быть с вами. Всем привет! Позволь мне начать. Что ты думаешь о доверии? Ну, я верю в доверие и прозрачность и в стремление к правде как таковой. Но сначала, позвольте мне воспользоваться моментом, чтобы сказать спасибо за приглашение. Это невероятная честь быть здесь. Я люблю Норвегию. Спасибо, что присоединился к нам. Но я хотела бы вернуться к вопросу. Что ты все же думаешь о доверии? Ну, я думаю, что это весьма философский вопрос. Так и есть. И о нем можно было бы долго говорить. Мы про твиттер говорим? Меня предупредили, что эту тему не стоит обсуждать. Так что я буду ее избегать. Полагаю, тут легко запутаться. Я думаю, что касается информации, люди обычно хотят знать, что информация, которую они получают, точна. Что она представляет полную картину, что они могут верить тому, что они читают, и не чувствовать, что она слишком предвзята. Или, по крайней мере, понимать природу предвзятости. Я думаю, что один из ключевых моментов доверия это прозрачность. И то, что люди действительно знают или понимают, каков алгоритм в случае с социальными сетями. Мы должны открыть исходный код алгоритма, чтобы люди знали и могли критиковать его, чтобы он не был черным ящиком. Видите, Илону достаточно сложно сформулировать, что такое доверие. Ведь доверие, в первую очередь, базируется на эмоциях, испытываемых к другому человеку. А так как он их не испытывает, то ему приходится описывать доверие как просто технический параметр. На самом деле, я не очень понимаю, зачем ведущая задала Илону именно этот вопрос, но уже как есть, из песни слов не выкинешь. Ну и, конечно, самое вкусненькое, как Илон ведет себя в неловких ситуациях. И мы снова с вами возвращаемся к фрагменту из презентации киберпикапа Тесла 2019 года. Франц, может попробуешь разбить стекло? Уверен? Да. О, господи. Ну, может, тут ты перестарался. Может, еще одно попробуем? Давай. Ну, зато не насквозь, это плюс. Давай попробуем. Ну, окей. Ну, блин. Ну, зато не насквозь. Первое, что делает Илон, шутит. Он говорит, как хорошо, что не насквозь. Но при этом, посмотрите на позу Илона, он озадачен. Он закрывает сердце, да, вот этот вот жест, когда человек делает, то есть скрещенные на груди руки, плюс такая закрытая поза, он закрывает сердце, шею. Понятно, что ему в этот момент совершенно неловко. Дальше он пытается зафиксироваться. Мы видим, что он переступает с ноги на ногу и затем говорит. Ну, в целом, неплохо. Зато есть над чем поработать. Вообще, мы кидали в стекло гаечные ключи, мы буквально даже кидали в него кухонную раковину, и оно не разбилось. Так что не уверен, почему это сейчас произошло. Ничего, на монтаже мы это уберем. И мне кажется, вот это просто хрестоматийный вариант ответа, когда что-то пошло не так. Вы говорите, да, это произошло. И ничего, мы поработаем и над этим тоже. И это еще раз показывает, что он в первую очередь человек, который тоже может, не то чтобы ошибаться, но где-то что-то может пойти не по плану. Также еще одно очень интересное интервью, в котором задают вопрос Илону, когда он еще не был генеральным директором Твиттера. Скажите, пожалуйста, разблокируете ли вы Дональда Трампа? Даже после того, как он подстрекал людей, которые пошли на Капитолий, некоторые даже с удавками, ты все еще думаешь, что его удаление из Твиттера было ошибкой? Я думаю, что если твиты вредоносные и плохие, их нужно сделать невидимыми или удалить. И временный бан это уместное решение, но не вечный. То есть, если сделка завершится, он может вернуться с пониманием, что если снова сделает что-то такое, то его снова заблокируют. Он публично заявил, что не вернется в Твиттер и останется только на Труф Соушел. Это я и имел в виду, когда сказал, что бан Дональда Трампа в Твиттере не заставил его замолчать. Вот что я пытаюсь донести, это только усилило его голос среди правых. Именно поэтому это плохо с точки зрения морали и в целом тупо. И если разобрать ответ Илона, то он складывается из двух частей. Первая часть это вероятность, то есть он говорит о том, что это событие еще не произошло и может быть он даже и не купит Твиттер. Кто знает, может быть у него не получится. Хотя, конечно, Илон Маск знал, что у него все получится, но ведь это просто ответ на неудобный вопрос. А во второй части он обобщал, говоря, что я не считаю, что таким образом мы можем остановить действия того или иного человека. Если мы забаним его в Твиттер, не факт, что он не выступит на какой-то другой площадке, как и произошло. Поэтому я не считаю это нужным, я не считаю это необходимым. Так что у Илона Маска можно учиться ответом на неудобные вопросы. Ну и, конечно, потрясающее чувство юмора. Даже в некоторых местах это чувство юмора граничит с сарказмом. Где-то, например, на выступлении перед выпускниками колледжа он говорит... Спасибо, что не сказали сумасшедший человек, когда представляли меня. И уже мы видим оценку себя, оценку, такую, ну, достаточно критичную оценку себя. Также мы видим выступление Илона на Мэтт Галла 2022 вместе с мамой. Скорее, это не выступление, а просто его присутствие на этом мероприятии. И сам Илон, когда его начинают фотографировать, начинает немножко кривляться, позировать, принимать какие-то необычные позы, жесты, зная, что потом его все равно разберут на мемы, и поэтому специально провоцируют такие ситуации. И, в общем-то, если говорить о его деятельности, публичного человека, то его деятельность, конечно, еще раз повторюсь, что он математик, он человек, который занимается точными науками, разработками, программированием, и вместе с тем он правильно почувствовал, что вектор его работы также связан с публичностью. И поэтому, друзья, возможно, вы будете удивлены, но Илон Маск снимался в двух фильмах. Первый фильм это «Железный человек 2». Маск. Здравствуйте. Петер, поздравляю с Пошли. Большое спасибо. Спасибо. Илон, как ты? Привет. Твой Мерлин прекрасный движок. Спасибо. Как ты смотришь на электроджет? Серьезно? Да. Мы сделаем. А второй это ситком «Теория Большого Взрыва». Да ладно, быть не может. Что не так? Вы же Илон Маск. Он самый. Мы видим Илона, который, по сути, играет сам себя. И мы, опять-таки, видим достаточно мягкую, перетекающую жестикуляцию, которой, как мне кажется, он пытается сгладить особенности синдрома Аспергера. Практически не разделяет эмоций другого человека, и ему сложно поддерживать невербальный контакт. И если при этом он будет себя вести, как такой робот, как Супермен, встал ровно, подал руку, поклонился, то это как раз-таки будет вызывать отторжение. А его мягкость, перетекаемость в движениях, да, для других людей, конечно, она не подойдет. И мужчинам, когда они приходят ко мне на занятия, я говорю, пожалуйста, помните о том, что ваш позвоночный столб не движется от дуновения ветра, он зафиксированный, как глыба, как скала. А подвижными у вас могут быть руки и голова, но без фанатизма, потому что, если сильно двигать головой, получается какой-то такой нелепый портрет человека, да, поэтому самая движимая часть, самая мобильная часть вашего тела это руки. У Илона же двигается все, и плечо, и он немножко подседает на бедро, как будто вот так вот обтекая человека, но еще раз повторюсь, мне кажется, это связано именно с этим синдромом и желанием его немножко нивелировать, то есть сгладить во время общения с другими людьми, компенсировать его такими жестами. Ну и самый интересный такой момент и самый спорный момент это его выступление в качестве ведущего на Saturday Night Live шоу на NBC и в этом шоу выйдя перед аудиторией он признается в том, что у него синдром Аспергера и в том, что он планирует, создает электромобили и планирует полеты на Марс, планирует колонизацию Марса и он обращается к зрителям и говорит, как вы думаете, неужели при всем этом я был бы нормальным парнем и начинает кривляться и делать такие забавные движения глазами. И да, действительно, вот здесь вот, знаете, часто мы пытаемся что-то замаскировать, пытаемся как-то вот заретушировать свои недостатки, а здесь человек выходит перед аудиторией и просто признается в своих недостатках и от этого мы любим Илона не меньше. И в завершении разбора Илона покажу вам два фрагмента, в которых Илон рассказывает о том, как два самых известных астронавта, это Нейл Армстронг и Юджин Сернон, были против коммерческих космических полетов, то есть были против изобретения Илона Спейс-Икс. Мы видим, насколько сильно желание Илона оказаться на Марсе, сделать так, чтобы эти полеты стали возможными, доступными и простыми. И, вы знаете, мне кажется, вот здесь также мы просматриваем такую очень четкую взаимосвязь, потому что Илон ввиду синдрома Аспергера, а также ввиду того, что он всю жизнь практически живет в своем внутреннем мире, в котором есть еще тысяча вселенных, в которых он и создает электромобили, в которых он создает Спейс-Икс, в которых он создает ракеты, которые летают в космос, в этом мире он как будто, знаете, как будто ему не хватает на Земле тепла, общения, и кажется ему все скучным, и поэтому он пытается как будто перелететь дальше, покорить еще больше планет, покорить еще, получить еще больше возможностей вне рамок Земли, потому что, в общем-то, как мне кажется, на Земле он уже в первую очередь доказал все себе, ну а затем уже всем остальным, поэтому такая вот скупая мужская слеза и его слова о том, что я никогда, никогда не сдамся, конечно, они очень мотивируют, и я поняла, что это ведь и есть закон успеха, просто не сдаваться, делать еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не получится, и друзья, то же самое относится и к вашим публичным выступлениям, если вы выступили один раз, и чувствуете, что у вас не получилось, не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, если вы хотите выступать публично, то выступайте, выступайте, записывайте себя на видео, отсматривайте, корректируйте, и снова выступайте, если вы хотите научиться красиво говорить, тренируйтесь, тренируйтесь каждый день, по пять минут, но каждый день, и результаты не заставят вас ждать, поэтому огромное спасибо Илону Маску за мотивацию, за то, что он открывает для нас в прямом смысле слова космос, за то, что он показывает нам, что на самом деле все ограничения есть только в нашей голове, и если чего-то очень сильно захотеть, то наши мечты обязательно сбудутся. Друзья, а как вам Илон Маск? Что вы думаете об этом человеке? Пожалуйста, напишите в комментариях, для меня это очень важно. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на мой канал, потому что для вас я делаю разбор потрясающе интересных, знаменитых людей, делаю разбор поведения, мимики и жестикуляции для того, чтобы вы, смотря на эти разборы, становились лучше и лучше. Я вас очень люблю. Увидимся в моем следующем разборе.